5 причин, почему я не останавливаюсь в дешевых отелях и тебе тоже не советую. Каждый раз, когда мы отправляемся в путешествия, всегда возникает соблазн сэкономить. И оно понятно. Нам кажется, что если мы сэкономим, то мы по сути заработаем. Эти деньги мы могли бы потратить, просто переплатить. Но мы молодцы, мы сэкономили и мы заработали. Почему эта логика не работает? В чем опасность экономить и в чем неочевидные плюсы порой заплатить больше, я поделюсь с тобой своим опытом. А я реально опытный путешественник, посетил десятки стран и каждый год я много времени провожу в путешествиях. Так что бронировать отели, искать разные варианты, у меня в этом огромный опыт, большая насмотренность и сформировались свои принципы. И я последние уже много лет не соглашаюсь и не бронирую дешевые отели. Потому что я считаю, что это практически всегда никакая не выгода, а наоборот потери. Рассказываю почему. Пять причин. И мы пойдем от самых, ну скажем, очевидных и понятных к более таким, что ли, глубоким и тонким, где это скорее про мышление и про вообще отношения. Итак, погнали. Первая причина очевидная. Качество. Есть прямая корреляция, сколько ты заплатил и что ты за эти деньги получил. Чудес не бывает. И под качеством, я имею в виду качество всего. Качество постельного белья в номере, качество сантехники, есть ли там гигиенические принадлежности, банально там шампунька и как она пахнет. Это все важно на самом деле. Размер номера, есть ли место вот кроме твоей кровати, где ты можешь как-то встать и размяться. Ну, опять, чудес не бывает. Если ты заплатил за отель 20 баксов, не надо ожидать, что там будут просто какие-то пятизвездочные хоромы. Вряд ли это будет так. Понятно, все мы разные, у нас разные предпочтения и разные задачи на путешествие. Но если это путешествие не какое-то вынужденное из серии отправили в командировку, если это, ну, ты сам решил, то я вот не понимаю, зачем экономить на качестве. Например, у меня утром уже вот много лет сформировались определенные практики, ритуалы, которые я делаю. Ну, например, я делаю дыхательные практики. И я люблю, чтобы воздух был свежий, чтобы я мог открыть окно. В дешевом отеле часто либо окна запечатаны, либо вообще окон не будет, либо места не будет, где ты можешь банально вот сесть, чтобы сделать свою практику, чтобы помедитировать. Плюс есть у меня еще такая фишка, утром мне прям вот очень важно попить качественного китайского чая. В дешевом номере чаще всего не будет электрического чайника. И вот все, утро начало не так, как-то вот и день не задался. И, кстати, я тебе тоже очень-очень советую попробовать и дыхательные практики, и медитацию. Очень классные темы, я оставлю ссылки в описании, попробую без оплаты, просто реально кайфанешь. Второй пункт. Каждый раз, когда ты куда-то едешь, важно понимать, что это не просто ночевка. Это маленький кусочек твоей жизни. Это опыт. Это гораздо больше, чем просто ночевка в отеле. Этот кусочек жизни, он может быть кайфовый, он может быть качественный, а может быть некачественный. И я всегда обращаю внимание на инфраструктуру отеля, который я бронирую. Простыми словами, иногда не так даже важно, как выглядит твой номер, как важно, а что вообще есть, вот какие приколюхи есть в этом отеле. И на что я обращаю внимание? Когда я путешествую с семьей, мне вот важно, чтобы было что-то для детей. Поставьте лайк, родители, если вы меня сейчас понимаете. Вот важно, чтобы была детская комната, какой-нибудь детский бассейн, какие-то детские горки, аттракционы, потому что иначе это просто, блин, вешалка. Ты забронировал отель, и вот ты там со своим ребенком, которому нечем заняться. Родители, вы меня понимаете. Мне самому важно, чтобы был спортзал, потому что даже в путешествиях я хочу как-то, ну, уделять внимание своему физическому телу тренироваться. Классно, если есть сауна, вообще будет супер шикардос. Территория отеля, как она выглядит, есть ли там, где погулять, есть ли там, где поесть. Это все очень важно. Вот, например, сейчас мы в отеле на Бали, не буду его рекламировать, просто хороший пятизвездочный отель. И одна из главных причин, почему я выбрал этот отель, гигантская территория. Реально, несколько гектаров, просто какие-то сады, пляж. Причем прикол пляжа в том, что ты спускаешься туда прямо вот на лифте, и у ребенка такие вау, глаза просто такие вау-эффект. Куча ресторанов, куча мест погулять, куча бассейнов, спортзал. Ну, в общем, это все важно. И тут важно понять, что дешевый отель, он, скорее всего, дешевый, как раз потому, что у него вот ничего, собственно, кроме номера нет. И ты просто купил ночевку в номере. Отели подороже, они почему подороже? Не потому, что там даже в номере все как-то из мрамора, да? Нет, просто владельцы отеля, они вложили много денег, возможно, миллиарды в то, чтобы вот создать ухоженную территорию. И я на это всегда обращаю внимание, потому что, опять же, это не просто ночевка. Это опыт твоей жизни. Третья причина, почему я не выбираю ночевку в отеле, это соображение удобства. Удобство – это важно. Что такое удобство? Ну, например, локация отеля, вот где он расположен. Часто из экономии мы выбираем какие-то места, которые просто неудачно расположены. Ну, ты приехал на отдых на море, а отель не на море, до моря надо там ехать, еще 5 остановок. Это просто неудобно. Или в городе ты решил остаться где-то подешевле, но теперь каждый раз, когда тебе надо поехать в центр города, ты тратишь кучу времени и кучу денег, чтобы туда добраться, и это неудобно. Так вот, я считаю, что за удобством можно и нужно доплачевать. Ты выходишь с аэропорта, ты говоришь водителю название отеля, и он такой, да, конечно, я знаю это место. То есть тебе не надо ему там объяснять, что вот этот закоулок вот где-то там, он знает это место. Что еще такое удобство? Если твой отель классно расположен, то ты можешь просто выйти и пойти гулять. Вот не куда-то ехать на метро с тремя пересадками, а сразу пойти гулять. Например, в Питере мы стараемся останавливаться, ну где-то в районе Исаакиевского собора. Ну, чтобы вот прям выйти и пойти гулять. И это кайф. Также удобство это сервис. И в хороших отелях есть такое понятие, как консьерж сервис. Простыми словами, в хороших отелях без какой-то доплаты люди готовы решать твои вопросы и иногда решать твои проблемы. Все что угодно. Тебе нужно забронировать билеты в театр, забронировать столик в ресторане, заказать какую-то логистику, простроить, купить билеты. Ты что-то купил в городе, ты просто говоришь, отправьте это на ресепшн такого-то отеля. Ты возвращаешься, ты как бы не таскаешь пакеты, ты возвращаешься, а тебя это уже ждет. Удобно. Я считаю, что это классный сервис, почему бы и нет. Только в хороших отелях вообще способны пойти тебе навстречу и решить твой вопрос. Рассказываю недавний кейс. В Китае, причем это была моя первая поездка в Китае. Вообще другой мир. У них не работают наши карточки, у них вообще свои платежные системы. Apple Pay не работает. Я забронировал. Вот прям интуиция мне сказала, нормальный отель забронирую. Я забронировал хороший пятизвездочный отель в Кун Мини. Когда мы туда приехали, было уже 12 ночи, и возникла проблемка. Мои карты не работают, меня не могут заселить без оплаты, а я не могу оплатить, потому что у меня есть только наличка, причем наличка в долларах. В аэропорту я деньги поменять не смог. Ситуация. Я им говорю, ребят, ну вот смотрите, доллары-то у меня есть, ну может как-то вы там разберетесь сами. Они такие, блин, ну мы не можем их вот менять, у нас тут нет официального обмена. Что же делать, что же делать. В итоге они посвящались и пришли с решением, ладно, в порядке исключения мы твои доллары поменяем, причем они их поменяли по официальному курсу и без комиссии. Меня заселили, и все в порядке. Но если бы это был какой-то отель такой, скромненький, дешевенький, скорее всего на ресепшене не стали бы как-то излишне напрягаться, чтобы решить мои проблемы. Сказали бы, чувак, ну нет денег, ну до свидания, иди ищи. А все закрыто, ну в общем не очень классно. Удобство это то, за что можно и нужно переплачивать, потому что в итоге ты в плюсе, а не в минусе. И дальше мы переходим к пунктам, которые больше такие тонкие, они больше про мышление. И на самом деле я считаю, что самое ценное, чем мы можем друг с другом делиться, это наше мышление. Ну вот смотри, вот перед тобой парень, который, можно сказать, с нуля стал успешным. У меня несколько направлений бизнеса, у меня свой ретритный центр, у меня успешная развивающаяся онлайн школа, у нас с Наташей, с моей женой ювелирный бренд и определенный уровень благополучия в жизни. И вот я хочу поделиться с тобой, собственно, как взаимосвязаны путешествия, экономия или наоборот, когда ты не экономишь, с тем, как это приводит к твоему финансовому благополучию и развитию. И четвертый пункт – это вдохновение. Вот смотри, я не знаю, по каким причинам путешествуешь ты, но я путешествую в первую очередь для того, чтобы вдохновляться, наполняться, качественно отдыхать, перезагружаться. И это все про состояние. По большому счету, когда я выбираю и бронирую какое-то место, да мне не вот эти квадратные метры нужны, мне нужно состояние. Я хочу войти в определенное состояние, которое вдохновит меня на новые свершения. И я, как предприниматель, точно могу сказать, что очень многое в том, как идут дела, как развиваются проекты, зависит от внутреннего состояния человека. Поставь лайк, если ты понимаешь, о чем речь. И каждый предприниматель, он проходит вот эту вот эволюцию понимания. Когда ты такой, блин, что-то у меня нет заказов, как-то мне грустно и тоскливо. Когда ты приходишь к тому, что, а заказов у тебя, собственно, нет, потому что тебе грустно и тоскливо. Тебе вначале надо со своим внутренним состоянием поработать, а там и с заказами все будет хорошо. Так вот, я сам езжу в отели, чтобы преисполняться, вдохновляться, расширяться, быть в классном состоянии. Смотри, когда я говорю, что я не выбираю дешевые отели, это не значит, что я всегда останавливаюсь в самых-самых дорогих. Нет. Это значит, что я при выборе не стремлюсь выбрать самое дешевое. Как обычно я выбираю отели. Ну, всегда есть какой-то бюджет, сколько ты готов потратить. Вот, например, на этот конкретный уикенд мой бюджет был в пределах 400 долларов. На Бали есть отели, которые стоят 1000 баксов за ночь и 5000 баксов за ночь. Ну, бесконечно, да. Я не готов столько денег тратить. Нет. Ну, вот, я готов вот в этом бюджете. И дальше я смотрю. В бюджете, вот как я обозначил, есть несколько десятков вариантов. И я выбираю по принципу, что мне из этого больше всего нравится. Где я получу вдохновение, где я получу расширение, где будет классно моей семье. Понимаешь? То есть не по принципу, где подешевле, а по принципу, вот самое классное внутри моего бюджета. Дешевый отель я не выберу, потому что, вот, обрати внимание, быт определяет сознание. И то, где ты находишься, те места, где ты бываешь, и особенно те места, где ты живешь. И это не только про отель, это и про квартиру, это и про машину. Это влияет на твое состояние сознания. Вот расскажу одну историю, она случилась еще лет 10 назад, но тогда я впервые прям очень четко это понял. Тогда я был в самом начале своего пути. Денег было мало. Я был такой очень прижимистый, экономистый. И вот как-то один товарищ сказал мне, Игорь, там смотри, у меня родители поехали отдыхать на неделю, и квартира свободна. Вы можете пожить вообще без оплаты в квартире моих родителей. И я такой, ес, классно, сэкономим. И мы с Наташей, на тот момент она была моя девушка, потом стала женой, приезжаем на эту квартиру. И ты знаешь что? Ну, это не квартира алкоголиков, Ну, это такая квартира старых пожилых людей. Вот знаешь, там вот все в пыли такое захламленное, там газетки в сопку собранные. Я такой, блин, какой... Я почувствовал себя там реально плохо. Вот физически плохо вот в этом пространстве я себя почувствовал. И при мысли, что нам там надо жить неделю, я такой, нет, нафиг надо. И я говорю Наташу, вот тогда я прямо сказал такой, афоризм. В этой квартире миллионером не стать. Мы отсюда уезжаем. И я снял нормальную студию в центре города. Да, это стоило денег. Но на самом деле вот как раз вот это вдохновляет на развитие. И с тех пор я всегда обращаю внимание. Вот это вот пространство, оно дает мне подпитку на развитие и на расширение? Меня оно вдохновляет? Или наоборот? Оно высасывает из меня энергию? Я здесь чувствую себя плохо? Я здесь чувствую себя каким-то никчемным? В общем, я на это всегда обращаю внимание. Но и заключительный, пятый пункт. На самом деле, каждый раз, когда я куда-то еду, где-то останавливаюсь, я этот опыт для себя воспринимаю как обучение, как такой тренинг в повышении своей насмотренности. Вот смотри, когда ты выбрал какой-то хороший отель, ты получаешь возможность посмотреть, как встроена и как работает изобильная бизнес-модель. Если ты остаешься по принципу самое дешевое место в этом городе, то у тебя тоже есть уникальный опыт посмотреть, как работает другая бизнес-модель. Вот в это место притягивается платежеспособная аудитория, в это место притягивается не очень платежеспособная аудитория. И вот смотри, опять же, мне как предпринимателю гораздо лучше перенимать какие-то изобильные бизнес-модели. Вот посмотрите, как вот устроен отель, в котором ночь стоит 500 баксов, при этом он заполненный, при этом у них там какие-то гектары, ухоженные территории. Вот как они все это делают, как у них работает маркетинг, как у них сервис, как у них вообще... Ну, то есть ты просто вот живешь в этом пространстве, и одновременно с этим ты учишься, ты обучаешься, и ты получаешь очень ценную насмотренность. То есть ты теперь знаешь, а как вообще в мире бывает. Ну, то есть ты смотришь, вау, интересно, прикольно, да, необычно, да, то есть это тебя внутренне обогащает. И вот дальше вот это все, вот эту насмотренность, ты просто в свои проекты это привносишь. И за счет этого твои собственные проекты, они тоже развиваются. Вот смотри, у меня есть ретритный центр ТАНА в Крыму. И если бы не моя насмотренность, не путешествие по миру, то этот ретритный центр, он не получился бы таким эстетичным, таким продуманным, таким красивым. В чем поле? Поле, когда люди строят что-то, и у них нет насмотренности. И они такие, типа, ну, сделаю просто вот как сосед Петька, да, и вот появляются все вот эти вот из профлиста запорчики, запорчики какие-то, крыши кислотных цветов. И когда возник вопрос, а как я хочу построить свой центр, то я уже не могу построить плохо, потому что уже, ну, вкус натренировался, да, глаз натренировался. Я понимаю, мне точно нужен архитектор, я не хочу здесь как-то сам чего-то колхозить. Понимаешь, да, это просто один пример. Но на самом деле, каким бы ты не занимался проектом, если ты ездишь куда-то, обогащаешься, развиваешь свой вкус, развиваешь свой кругозор, оно в конечном итоге окупится. Вот смотри, ошибка большинства людей. Они такие, я сейчас в моменте сэкономлю 100 баксов. Ну, вот мы сейчас, например, в отеле, где ночь стоит 400 долларов. Ну, наверное, если бы сильно постараться, можно было бы найти место, которое стоит сильно дешевле. Ну, может быть, 50 долларов в таких мест тут и нет. Ну, скажем, за 100 долларов, казалось бы, я переплатил 300 долларов. Зачем? Можно было сэкономить. Но смотри, по итогам года, вот когда ты анализируешь, как прошел этот год для тебя, сколько ты заработал, сколько ты сделал, то всегда выясняется, что вот эти вот там 100 долларов, 200 долларов, 300 долларов, которые ты где-то бы сэкономил, это все не имеет вообще никакого значения. Ну, то есть в сухом остатке это какие-то смешные, реально вот, ну, неважно. Вот просто неважно. Потому что какая-то одна классная идея, она может тебе принести миллион долларов. Ну, то есть ты там пытался сэкономить 100 и упустил возможность, как ты можешь вырасти в два раза. И я хочу поделиться как раз вот этим вот мышлением изобилия, когда ты перестаешь так сильно фокусироваться на том, как бы и где бы сэкономить, и наоборот начинаешь смотреть на мир глазами возможностей. А какие возможности мне открыты, как я могу проявляться, как я могу развиваться. И это на самом деле не только к предпринимателям относится, потому что каждый человек, даже тот, кто работает в найме, это в первую очередь предприниматель своей жизни. И если ты вот возьмешь этот менталитет, ты увидишь, что тебе не захочется экономить, реально. Ну, то есть в голове что-то изменится. И вот как раз я убежден, что путь к благополучию и процветанию, это в первую очередь работа с мышлением. И если тебе откликается, я готов поделиться с тобой несколькими уроками по изменению своего мышления. Забирай эти уроки по ссылке, пусть они пойдут тебе на благо и на пользу. Ставь лайк, благодарю, до новых встреч.